приветствую вас на моем канале сегодня у нас american truck симулятор мод kenworth t610 и меня заинтересовало что там мульти шасси написано посмотрим что это означает находится в салоне kenworth конечно же и давайте смотреть что у нас по кабинам кабины вот так вот выглядит в стоке duty day это без спалки вот такой вот хромированный большой бампер выглядит внушительно но честно говоря мне не нравятся такие угловатые бамперы некрасивые здесь решетка просто зарешает она очень классно следующее это slipper добавляется с палочка со спойлером и третий вариант спойлер побольше и так что же у нас по шасси в акер у меня почему-то вылетает шоссе сейчас стоит 6 на 4 short 6 на 4 давайте посмотрим так вот выглядит вот такой теперь не знаю что этот значит видите с какими сложными замками вот такой вот у нас кстати трубы ну очень высокие я не знаю под какими мостами это можно ездить на таком так третий вариант это я так понял для контейнеров или же там для перевозки каких-то грузовых транспортов чего-то тяжелого и последний вариант это 3 drive twin steer вот такая вот штука платформа . тоже достаточно длинная шасси ну давайте выберем вот этот вот эту вот будочку и смотрим что у нас по движкам по движкам у нас вот такая вот небольшая подборочка их по шасси смотрим 18 передачные три штуки одна из них с ретардером и так что у нас по интерьеру вот так вот выглядит интерьер в стоке он тоже там интерьер интерьер второй вариант ну мы уже этот интерьер встречали то есть меняется только обивка серая ну то есть обивка двери меняется и все больше ничего у нас не меняется кстати у нас сейчас нету давайте все-таки покажу слипер с палку потому что интерьер еще раз верните интерьер вот при изменении с палки здесь тоже меняется вот так вот выглядит у нас палочка простенько ничего особенного здесь нету совершенно давайте вернем наш дайкап и вернем наш теперь так вот она выглядит что у нас по покраскам видим что есть предустановленный и достаточно большой наборчик такой цветовых решений картинок вот смотрите ну вообще классно выглядит даже немного преобразила вот этот громадный бампер это тоже достаточно скромненький но классный вот здесь мы видим этот этот скин сюда не зашел если вот эта картинка была в конце этой будки то было нормально так она посредине видно края некрасиво смотрится в общем то я как бы доволен здесь тоже та же самая история нужно расширить этот скин и чтоб он здесь вот был аж самом конце так и в остатке что бы я выбрал давайте перепроверим все еще раз тоже вот вот этот красный мне подойдет окей смотрим что у нас по внешнему тюнингу видим что тут много точек так бампер бампер стандарт вот такой вот кстати классные брызговички такие так это у нас уже защитой бампер не хочется конечно прикрывать как не хочется прикрывать эту клевую решетку так не знаю хочется чтобы было под цвета не хромирован и ну цвет скина не почему-то делают их чтобы вот это прикольно смотрится этот неплохой так защита я не хочу ставить давайте вот этот тоже мне более-менее понравился так что здесь мы можем поставить можем поставить вот такие вот красные леды хорошо так что у нас по фарам тут можно менять на xeon визуально это ничего не меняет давайте xeon тона поставим здесь у нас флажки хэви вайта так кстати таблички оверсайз не наблюдается так дальше идем эту точку у нас металл дефлектор вот такой вот и такой давайте такой поставим так что у нас по зеркалам видимо такое квадратненькое можно давайте квадратненькие поставим а потом уже будем смотреть какое лучше так можно наклеечку повесить такую я думаю она будет светиться или табличку то у нас аксессуары и смотрим что у нас по санвизором козырьки какие у нас есть неплохой козырёчек ну не хочется конечно полезное пространство окна за занимать и хочется чтобы козырек не сильно выделялся к сожалению в цвет нормального нету этот слишком уродский большой это тоже большой козырьки мне что-то не зашли давайте просто козырек вот такой и все и не будем дальше заграждать наше окно так light адаптеры уже такие предустановленные выставлены и по хорнам у нас по три точки это даже не хорна здесь ухты тут прикольные такие осветительные приборчики их достаточно много но я хочу хорны поставить какой хорн поставить давайте вот такой хорн и продублируем все теперь я доволен на хорошем месте они стоят что у нас тут у нас мигалочки спойлер не предусмотрен при такой кабинке мигалочки давайте проверим да все мигает отлично переходим на бок здесь у нас флажок видим что по колесам у нас тут все стандартно так это у нас трубу трубу я бы хотел сделать поменьше вот смотрите вот это стоковая какая стояла слишком высокая давайте вот это уже получше это еще лучше на не хватает вот тут это мне самое больше нравится запомнить пятый вариант так так ну и этой восьмой хороший все 8 решено остановился на восьмом так далее мы можем менять ручку но это я не знаю что там во многих модах ручку поменять пластик хрома но там еле видно зачем это сайт флэйр что это добавляет вот такую полоску с растянутым светильниками но не очень хорошо выглядеть я лучше уберу если по не не были растянуты я конечно оставил так что у нас боксом что-то ничего не меняется идем на эту сторону он меняется бокс на этой стороны нет тоже не что ж это такое кабл с так давайте капли не видно да это меняет нашу блин придется шасси ставить другое потому что не видно не видно так давайте такое чтоб да и кабо можно было ничего не поменяло нам так и вернемся посмотрим вот эти кабели так теперь я не нахожу эту точку видим какие боксы можно ставить просто с той будкой их не видно видим что вариантов достаточно много но я хочу будочку так теперь нормально применилась и с боксом вот так вот надо ну ничего окей теперь хотя бы не видно что там кабели погрузают они все-таки там были окей так смотрим что у нас еще можно изменить танк танк вот танк все-таки нашел коротенький такой никак не влияет и так понял на количество горючего просто на внешний вид такой вот красивый танк со ступенькой вот огромный такой танк чтобы можно было по америке побольше покататься этот танк принципе ничего вариантов по танку большое количество давайте вот этот оставим танк такой видим что с обеих сторон поменялось так фендеры мы видим что можно в пейнт передние как же задние покрасить танк color по моему вот эта . нет теперь попробуй попади так это кабель и опять попал это у нас бокс танк то есть так это я уже смотрел да тут фендеры к сожалению ну возможно что они здесь и не предусмотрены потому что вот эта будка сидит слишком низко там нету места для фендеров просто да и все приходим салон так что у нас по зеркалам обивочка меняется форма не меняется давайте мир стандарт слот мир стандарт пластик слот мир с эксклюзив как она выглядит ну вполне себе ничего давайте не будем делать их красными сделаем мир с эксклюзив так что касается зеркал то видим что они сильно сильно низко и вот эти зеркала которые выбрал изначально тем более если мы еще вот так вот смотреть принципе левая видно от правая совсем не видно тем более если мы там разве что если мы поднимем сидение но не хочется потому что и так высоко наоборот хочется опустить сидение давайте так это наклеечка сейчас еще нужно найти мир вот это мир оружие нормальный вот он наверно да все теперь мир хорошо видно капотное зеркало все окей что у нас по рулю видим что тут делосишные руль руль рульчике можно поставить принципе они тоже зайдут потому что к американцам они идут но оставим стоковый руль так что же у нас по gps у мне интересно я так понял что никак здесь у нас точечки можно ставить сисал у меня стоит что-то он сисал не хочет переваривать как-то странно стоит извините как-то странно но у меня стоит мод сисал но почему-то никаких сисалов нету давайте посмотрим на окне так и на окне тоже сисал не наблюдаю вот это я не знаю почему возможно нужно пробовать другую версию сисала но точки под сисал есть то есть скорее всего его можно будет поставить только нужно подобрать версию сисал так боковое зеркало поставил санвизор видим что нам практически не заграждает никак обзор и так давайте посмотрим уже его в игре и так мы внутри нашего канварда давайте осмотримся посмотрим как у нас все выглядит сразу видим большой недочет когда вот поворачиваешь голову и смотришь в окошко нашей будки нету и вообще не шасси не видно не не будки вот такой вот недостаток у этого мода было обнаружен так смотрим дальше по приборке тут все есть все хорошо давайте включать двигатель слушать звук так надо мне посмотреть настройки потому что звук очень тихий так sound effect и побольше сделаю давайте вот так очень тихий звук двигателя я его еле слышу то вы наверное не услышите так давайте поворотник проверяем видим даже мигает у нас так сильно сверху прям даже как кабину освещает это когда поворотник сигнал ну такой пищащий сигнальчик у нас что касается приборки приборку вроде бы нормально видно давайте посмотрим можно ли менять позицию руля позицию руля можно менять только я вы выберу правильный ракурс ракурс так вот мы будем смотреть и так вот по центру и сейчас настроим почему-то как это менять руль то камера смещается в сторону это очень неудобно крайне неудобно вот так вот сделаем руль и будет нормально все теперь руль не перекрывают нам датчики никакие и нам все видно что касается gps gps вполне себе нормальный немножко мелковат конечно можно было бы сделать рамочку поменьше но побольше сам экран так ключ зажигания есть у нас там или нет я не наблюдаю сейчас выключу да никаких анимаций при включении нету давайте теперь попроверим дождик видим что есть много достаточно много красных элементов по моду пошел у нас дождь к сожалению плохо видно есть тогда есть некоторые капельки на лобовушечки давайте проверять да стирает дождь все хорошо меняется ли если анимация до анимация переключения режимов дворника есть теперь я вам предлагаю посмотреть его из снаружи вот так вот он снаружи выглядит не очень даже нравится это на заводах это припарковался неплохо выглядит у так так скажем давайте протестим и кстати дворники тоже работают вполне себе качественно теперь тестируем как он ночью себя ведет действует темно будет да тут достаточно темно включаем парки включаем дальние светит офигенно не слишком не слишком много на нем огней но достаточно чтобы его было видно так теперь выключаем полностью свет и нам кстати вот эти вот бровки в нем горят постоянно поворотники видим работают поворотник дублируется на надкрылки колеса и возле ну это я так по а все я понял это скорее всего на этом у нашей будки вот этот дублирующий поворотники сзади поворотник вполне себе отлично давайте переместимся внутрь дворники уже можно было и выключить и поворотник выключу смотрите как освещает поворотник когда работает поворотник мы у нас освещение салона есть так включая освещение видим что в кабине абсолютно ничего не меняется как было так и остается так давайте включим день так вот блин уже какую-то хрень припарковали ну так давайте немножечко проедемся и вот не задену интересно что будет если вот сюда проехать лично вот даже выезд есть ничего себе отлично даже ворота открыты хорошо ну там лежачий полицейский или как-то тут их называют так поворачиваем даже не смотрю рулежка достаточно прикольная на нем в нем никаких затруднений при поворотах я не не ощущаю ну я правда без трейлера еду так туда дальше можно ехать красиво конечно в америке у меня к сожалению только открыт один гараж я постоянно сниму ух ты тут съезд на трассу как я не хотел на трассу попасть вот тут здесь я и припаркуюсь наверно какие-то звуки постоянно непонятны это что-то сверлится не знаю так должно быть или нет здесь я и припаркуюсь аварийку интересную аварийку вот так вот аварийка будет освещать весь стояночный сейчас включу освещать весь салон хорошо давайте двигатель не буду выключать потому что его практически не слышно единственное что меня немножечко шумят вот эти давайте все таки перемещусь куда-то переместимся на какую-то из стоянок нам не мешали все стал на какую-то стояночку и так что касается так надо на свет выехать что касается грузовичка вы видите что он достаточно классно выглядит внутри хорошая обивка мне очень не понравился вот этот глюк что в окно не видно нашего кузова уже чем-то там зашторили ну чтобы не было такого но это не неприятно у нас как будто одна комбина только есть это не это некрасиво так что касается ну в самой отделки тут все прикольно у меня почему-то не стартану не стартовал не привязались моды к сислу я надеюсь что у вас они будут работать но точки сами есть они вот здесь на дашборде есть и на и окно все усыпано этими точками сисла возможно можно даже будет поставить сисловский gps чтобы вам было комфортно с ним ездить так что касается внешки внешка мне очень понравилось тут меня все радует ничего лишнего тут все классно несколько скинов есть скины правда хотелось бы чтоб растянули чтоб на эту будку они лучше ложились так-то все очень замечательно ставлю этому моду 8 10 довольно таки прикольный мод всем спасибо за просмотр пока